Друзья, всем привет! Мы в компании MassMotors и сегодня предлагаем вашему вниманию автомобиль Ravon R3 в максимальной комплектации. Люди, которые не знают, что такое Ravon, путают ее с каким-то китайским брендом. А именно Ravon R3 сделан на базе Chevrolet AVO старого. Они имеют общую базу и небольшие отличия. Давайте для начала разберем, что такое компания Ravon. Ravon – это продолжение компании Chevrolet на территории Российской Федерации. Выпускаются эти машины на территории Узбекистана на заводе General Motors. Компания Ravon имеет небольшой выбор моделей. Это всего лишь три модели, которые продаются сейчас на территории России. Но каждая из них имеет широкий выбор комплектации. Но сегодня полностью все внимание мы уделим Ravon R3 или Chevrolet AVO в старом кузове. Сейчас предлагаю вам рассмотреть основные отличия от старшего брата AVO. Внешние отличия, которые мы видим на этой машине, так это галогенные фары. В отличие от седана, такие же ставились на хэтчбеке. Соответственно, передний значок, у нас тут стоит Ravon. Изменим немножечко сам дизайн бампера самого. И установлены внизу дневные ходовые огни и туманные фары. Также важно отметить то, что скрывается под капотом. Тут у нас установлен новый двигатель объемом 1.5, 106 лошадиных сил. Такой же агрегат устанавливался на старых Chevrolet Cobalt. Второй немаловажный момент, в отличие от Chevrolet AVO, так это узлы агрегата, которые скрываются под капотом. Тут у нас установлен цепной двигатель 1.5, 16-хлапанный, который выдает 106 лошадиных сил. Также он работает в паре с автоматической коробкой шестиступенчатой, которая ранее устанавливалась на вариантах Chevrolet Cruze. Многим нравится такая комбинация, так как тут продлен срок службы той самой коробки путем связки ее с более слабым двигателем. А по поводу разгона, Ravon на самом деле неплохо. 12,3 секунды до 100 км в час. При всем при этом употребляют 92-й бензин и средний расход составляет 7 литров. Подкапотное пространство тут на самом деле достаточно широкое. Под капотом установлена шумоизоляционная прослойка. Также между моторным отсеком и салоном стоит термо- и шумоизоляция. Все очень доступно, понятно. Тут у нас стоит, кстати, обычный классический гидроусилитель. Никаких не электро, как в новых моделях, везде представлен. Как я раньше говорил, у нас машина представлена в комплектации Elegant. И первое впечатление, когда садишься в салон, конечно, не создается впечатление о максимальной комплектации. Не блещет она большими опциями, но самое нужное в этой машине присутствует. Например, слева от водителя тут стоят 4 стеклоподъемника и пульт управления зеркалами заднего вида. И также есть складывание зеркал, что для меня лично немаловажно при парковке, чтобы зеркала сами складывались. В максимальной комплектации у нас, конечно же, ничего такого плана, как кожаный салон, кожаный руль, нету. Но зато, в отличие от средней комплектации, мы тут имеем уже тканевые вставки на дверях, красивый глянец на дверях и на торпеде. То есть в более простых комплектациях этого всего нет. По поводу музыки, она не отличается в зависимости от комплектации и установлена тут музыка, кстати, даже в самой базовой комплектации. Кстати, тоже в самой базовой комплектации в этой машине есть система ESP, что на удивление странно, потому что не во всех моделях она есть и не в каждой комплектации. Самое достойное, что есть у этой машины, так это, конечно, ценообразование. Стоимость этой машины в базовой комплектации 449 тысяч. Базовая комплектация у нас в себя включает только систему ESP, музыку, есть гидроусилитель и, собственно, все. Все четыре стеклоподъемника, они ручные идут, нету кондиционера и нет возможности его добавить. Если нужен кондиционер, соответственно, нужно выбирать комплектацию больше. Это комплектация Optium, туда как раз добавляется кондиционер, четыре стеклоподъемника и электропривод-зеркал с электроподогревом. Также в самой максимальной комплектации у нас установлены две подушки безопасности. И в комплектации Elegant. Если берем базовую комплектацию, там одна подушка безопасности. Лично, что мне нравится в комплектации Elegant, так это хромовые вставки по салону. Вокруг воздуховодов и ручки всех дверей идут хромированные. То есть в более дешевых комплектациях там обычный пластик черный. Качество материала в салоне, я считаю, что очень достойное. Они однозначно лучше, чем у Гранты. Собрано достаточно плотно, все, скрипов никаких лишних нет по салону. Сами сидения очень удобные. В этой комплектации есть возможность регулировки высоты самого сидения водительского. Чувствую себя удобно. Боковая поддержка хорошая, поясничная поддержка чувствуется тоже хорошая. Хотя без возможности регулировок самой поясничной поддержки. Дальше. А еще один момент отличия комплектации Elegant от более низких, так это литые диски. Сами литые диски предлагаются только в максимальной комплектации. На первый взгляд багажник кажется очень глубоким и большим. Объем составляет 380 литров полноценных. Сидения складываются в соотношении складывания 60 на 40. Но при сложенных сидениях имеем очень большой подъем и лично мне кажется не очень удобно будет. Под фальшполом у нас скрывается полноразмерное запасное колесо. В самом запасном колесе у нас стоит домкрат, баллонный ключ и буксирующий крюк. По поводу технических данных машина очень остро реагирует на нажатие педали газа. По поводу подвески кстати. Подвеска тут очень мягкая. Она такая плотненькая подвеска. Ничего не дребезжит. Вибрация не передается на кузов. Ямы поглощают просто на ура. Из минусов что я отметил на этой машине. Так это при скорости более 80 км в час. При более-менее резких движениях рулем машина начинает болтать. И становится тяжело ее поймать на дороге. Но тут в помощь нам как раз приходит система ESP. Но это минус в регулировке подвески самой. Что держит за шумоизоляцию машина? Шумоизоляция понятное дело тут никакая. Это бюджетный класс и это самая дешевая машина в бюджетном классе. Арки колес идут уже обработанные антикором с завода. Но никакой шумоизоляционной прослойки между ними нет. Конечно советуется сразу установить подкрылки шумоизоляционные как минимум. В итоге обзора хотел еще раз напомнить вам о том, что это все-таки самый дешевый сегмент B-класса. И в таком ценовом диапазоне вряд ли можно купить что-то достойное. К Гранту я считаю лично, что Ravon лучше. Если вы присматриваетесь к этой машине и задумаетесь о покупке Ravon R3, приезжайте в автосалон Масс Моторс, где найдете одни из самых выгодных условий приобретения. А я с вами прощаюсь, до новых встреч. Всем пока. Ждем вас по адресу. Город Москва, улица Варшавское шоссе, дом 132А, корпус 1. Все подробности на нашем сайте www.massmotors.ru или по телефону 8 800 2000 ровно 132.